Всем хай, чуваки! Вы на канале Димакс, и в этом видео мы проводим очень интересный эксперимент с яблоками. Но видео я снимаю не один, а со мной сегодня человек, который больше года не появлялся в видео. Вы, наверное, уже все забыли его. И это у нас... Всем привет! Узнали меня? Мне кажется, что нет. Если что, я был в первом видео. Меня зовут Макс. Можете перейти по подсказке и посмотреть его. Я там был в жёлтой куртке. Так вот, мы возьмём 6 ёмкостей. Нальём туда разные жидкости. Такие как кола, молоко, чай, ну и другие три. После чего в каждую жидкость мы опустим по небольшому кусочку яблока. И будем наблюдать за этими яблоками в течение недели. Так что обязательно досматривайте это видео до самого конца, чтобы узнать, что стало с нашими яблоками спустя неделю в разных жидкостях. Там получилось просто жесть. Это у нас чай, вы просто посмотрите. Фу, оно пахнет. Ооо, оно просто очень сильно изменилось. Оно стало очень тёмным. Вот оно как раз, оно стало мягче. Оно стало намного мягче. И как желе немножечко. А также не забывайте ставить лайк этому видео и подписываться на канал, если вы ещё не подписаны. С колокольчиком, конечно же, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну что ж, давайте переходить к просмотру видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и она нисколько не уступает лимону. Она прям такая же кислая, как сам лимон. И у нас ещё для этого есть яблоко. Вот наши три дольки яблока. Пусть там плавает. Так, и вернёмся к нашим яблокам через 24 часа. В моих трёх стаканах находятся следующие жидкости Кока-Кола, уксусная кислота 70% и обычная вода, просто для сравнения. Давайте же начнём. Засунем яблоко в Кока-Колу. Смотрим, что с ним произойдёт за один день. Надо, чтобы оно туда полностью погрузилось. Я немножечко не просчитал проблему, то, что оно там не утонет. Ну, ладно. Давайте засунем в уксусную кислоту 70%. Главное, чтобы оно просто пропиталось. Посмотрим, что с ним будет. И в обычную воду. Так, сюда я палец боюсь совать. Не знаю, что будет. В общем, давайте посмотрим, что же будет с этими яблоками через один день. Прошло 24 часа с того момента, как мы погрузили эти яблоки в нашу жидкость. Точнее, в несколько разных жидкостей. Это у нас молоко. Как вы, наверное, видите, яблоко просто немного стало белым. Прямо вот немножко. А так, в принципе, таким же и осталось. Но ещё потемнело немного. Так, здесь у нас это лимонная кислота. Яблоко просто потемнело, и больше ничего не изменилось здесь. Всё то, самое. Так, и чай. Очень крепкий. Яблоко просто потемнело очень сильно. Из-за чая. То, что чай отдал свой цвет ему. И всё. Будем дальше продолжать наблюдать за нашими яблоками. И вернёмся к ним через 3 дня. Так, всем привет. Это второй день. Прошли сутки. Даже чуть побольше, чем сутки. Примерно часов 26 прошло. Но давайте посмотрим, что сейчас с нашими яблоками. Яблоко, которое в воде, оно вообще не изменилось по своей консистенции. То есть оно такое же твёрдое, как было. Но, как видим, оно немного изменило окрас. То, которое в уксусе, тоже практически не поменялось. А в коле, давайте посмотрим, тоже консистенция не изменилась. Только окрас, потому что кола коричневого цвета. Давайте вернёмся через 3 дня и посмотрим, что с ним случилось. Прошло 4 дня с момента, как мы погрузили эти яблоки в наши жидкости. Давайте посмотрим, что с ними случилось. Это у нас молоко. Как вы можете заметить, тут появились беленькие точки. Давайте перевнём. Посмотрим, что с другой стороны. Оно не хочет переворачиваться. Так. Ну, тут также всё белое. Вот сверху покрылось чем-то. Каким-то налётом белым. Ладно, отставим. Давайте дальше. Это у нас лимонная кислота. Так. И что мы можем тут видеть? Ну, в принципе, яблоко просто потемнело немного вот здесь. А здесь именно таким же и осталось. Так, давайте обратно. Кстати, как вы можете заметить, не знаю, вы видите или нет. Сейчас, подождите. Вода немного окрасилась в такой вот ярко-оранжевый цвет. Давайте последний посмотрим. А тут у нас появилась даже плесень. Вот, смотрите. Видите, белая. Это плесень. И вот тут ещё есть точка. Это вот тоже плесень. И вот это. Мне кажется... Ооо, тут яблоко вообще тёмное. Только посмотрите, какое оно тёмное. Прям очень тёмное. В общем, тут оно выглядит ещё хуже. Оно всё тёмное. Прям очень сильно покрасилось. Оставляем наши яблоки ещё на три дня и вернёмся к ним совсем скоро. Всем привет. И с момента помечения яблок в нашей жидкости прошло ровно три дня. Может быть, чуть побольше. Напомню, здесь у нас яблоко в Кока-Коле. Здесь яблоко в уксусе. И здесь яблоко в воде. Давайте посмотрим, что с ними произошло. В Кока-Коле никаких изменений, кроме того, что оно поменял свою консистенцию, я не вижу. Оно на кончике вот здесь стало немножко прозрачнее. Ну и, разумеется, приобрело коричневый цвет. В уксусе я туда залезать не буду, потому что опасно. Можно обжечься очень сильно. Оно тоже немножко покоричневело. И больше ничего с ним не произошло. Так, и в обычной водичке. Ой, тут вообще прямо коричнево-коричнево. И вода, прошу заметить, помутнила немного. В воде, по-моему, больше всего изменений не произошло. Давайте вернемся через 4 дня и посмотрим, что будет. В общем, у нас прошло ровно 7 дней с момента, как мы погрузили эти яблоки в наши жидкости. Теперь давайте посмотрим, что с ними стало. Так, это у нас молоко. Яблоко покрылось чем-то белым. Тут яблоко в лимонной кислоте. Это у нас самое интересное. Яблоко в чае. Вы просто посмотрите, сколько здесь плесени. Оно все покрыто им. Просто тут вон, 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 вон. Давайте достанем и посмотрим, что с ними внутри. Так, давайте начнем с самого неинтересного. Как мне кажется, это молоко. Посмотрите, что с яблоком, которое было в молоке. Я вам скажу так, что оно стало белым, во-первых. В принципе, оно такое же твердое, как и было. Может быть, немножко размягчилось. Но жидкость, с которой она была, она просто вся загустела, во-первых. Молоко стало густым. И тут еще, если вам видно, в общем, какие-то, не знаю, плавают сверху. Осадок, в общем, какой-то. Так, давайте второе достанем. Это у нас из лимонной кислоты. Яблоко. Оно у нас... Ооо! Оно прям супер мягкое. Очень прям оно... Ооо, капец. Оно очень хорошо размягчилось, посмотрите. Яблоко прям в пюре превратилось. Вы видите? Прямо насколько оно мягкое. Кстати, вот эта жидкость, она пахнет прям как яблочный компот. Прямо вкусно. А хотя здесь бывает лимонная кислота. Давайте достанем самое интересное. Это у нас чай. Вы просто посмотрите, там плесень и... Фу, оно пахнет... Ооо! Я не хочу доставать это. Вы просто посмотрите, что с ним. Оно просто очень сильно изменилось. Оно стало очень темным. Вода стала мутной. В ней плавают какие-то комочки маленькие. И оно все... Оно в плесени. Внутри оно тоже черное. Так, я сломал зубочистку. Яблоко, в общем, такое же твердое. Так, кажется, я что-то испорчу сейчас. Оно окрасилось не полностью. Вот вы можете заметить, наверное... То, что снаружи, оно все черное. Тут просто плесень. Просто яблоко в чай самое худшее. Что-то я больше не хочу трогать эти яблоки. Просто посмотрите, сколько здесь плесени. Видите, вот эти черные точки, это плесень. Видите, вот здесь вот плавает. Это тоже плесень. Ну, все вроде как. Я все рассказал. Самое худшее, это яблоко, которое было в чае. На втором месте у меня это в лимонной кислоте. А на третьем это в молоке. Всем привет! Это седьмой финальный день. Прошло у нас ровно 7 суток. И сейчас мы посмотрим, что произошло с яблоками в Кока-Коле. В уксусе 70% и обычной воде. Давайте сначала извлечем яблоко из Кока-Колы. Давайте посмотрим, что с ним внутри. Даже не режется. В общем, оно покоричневело, что естественно. Вот, посмотрите. Внутри оно вроде бы вообще не поменялось. Именно по мягкости оно осталось таким же твердым, как было. Давайте продолжим. Теперь яблоко, которое в уксусе. Его нужно доставать осторожно. Максимально. Потому что это не столовый уксус, а 70%. Аккуратно. Вот. Оно у нас вообще по цвету вообще не изменилось. По мягкости тоже вообще не изменилось. Смотрите, просто какое оно было, таким и осталось. Извлечем то, которое было в вишне в воде. Но я не думаю, что оно нас чем-то удивит. Я взял его просто для сравнения. Вот яблоко, оно... А, нет. Вот оно как раз... Оно стало мягче. Оно стало намного мягче. У него консистенция поменялась. Оно стало мягким и как желе немножечко. Вот это интересно. Посмотрите, вода поменяла консистенцию яблоко больше, чем кола и уксус. Интересно. Зато вода поменялся цвет воды, она стала более мутной. С уксусом ничего не произошло, а кола вроде бы тоже не поменялась. Также хотелось бы отметить, что вода, помимо того, что поменяла свой цвет, она стала довольно неприятно пахнуть, как протисшее молоко. Это тоже очень интересно. Уксус и кола не изменили своего запаха. Ну а на этом наш эксперимент завершен. В этом видео мы узнали, что будет с яблоками, если их поместить надолго в разные жидкости. Больше всего на яблоко повлияла кока-кола. На втором месте расположился чай. На третьем молоко. На четвертом раствор воды и лимонной кислоты. На пятом обычная вода. Ну и на шестом уксусная кислота. Если вы хотите видеть побольше видео с подобными экспериментами на нашем канале, а также хотите, чтобы я здесь почаще появлялся, то обязательно пишите об этом в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал, прожимать лайки и колокольчики, чтобы ни в коем случае не пропустить новых видео. А также подписываться на нашу группу ВК и Инстаграм. Ссылки на них будут в описании. Сейчас перед вами три видоса, не менее интересных, чем тот, который вы сейчас смотрите. Так что советую посмотреть их и поставить лайк. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в этих видео.